Именно так, друзья, на большом воздушном шаре мы сейчас унесёмся просто в такие музыкальные дали и будем говорить о музыке, о лёгкой, светлой, о стихах. А это всё потому, что в гостях у нас потрясающий молодой человек, который все эти слова в себе объединяет. И зовут его Гудвин. Здравствуйте. Гудвин, да, добрая. Ну или Паша Гудвин, можем так называть. Или Паша, да. Ну, чего ты интригу снял? Мне как-то хотел, чтобы... А мы договорились, пока вас не было говорили. Пока меня не говорили, конечно. А я думала, что можно как-то, знаете, так сохранять интригу, интригу, а потом сказать, что Паша, он как бы волшебник, но на самом деле он Паша. Я забираю свои слова назад. Ничего не было, вы ничего не слышали, никто ничего не видел. Гудвин у нас в гостях. Ладно, раз вы договорились, давай-ка, давай-ка спрашивай, о чём вы договорились там и начало. Слушай, во-первых, доброе утро, спасибо, что приехал. Мы тебя ждали сегодня всё утро, дождались, слава богу, и без опозданий, пробок нет. Ты молодец. Это прекрасно. Я старался. Ты заранее, да? Да. А то просто, знаешь, некоторые люди, они в последний момент такие раз по карте посмотрели, карта говорит, вам ехать 23 минуты, а на самом деле, ого! Слушай, ну говорить мы будем, конечно, о творчестве, о музыке, это всё понятно, вначале другой вопрос совершенно, потому что артисты, которые к нам приходят, все приходят всегда и говорят, ну что-то 10 утра, ну это так рано для меня, как вы встаёте в 5 вообще. Ты выглядишь более чем бодрым человеком, что странно для нас. Может, ты ещё на пробежечку сбегался? У тебя режим такой, ты как вообще, как у тебя получается-то? Да вообще я сова, я на самом деле спать-то очень люблю, но существуют какие-то определённые случаи, когда нужно себя взять в руки, подняться пораньше, ещё и желательно распеться, чтобы голос был во всеоружии. То есть ты редкий вид человека, человек творческий, дисциплинный, как это вот, дисциплинированный вот. Ну это не сразу пришло. Это всё-таки годы. Да, по поводу распеться, друзья, хочу всем напомнить, что Гудвин сегодня споёт живьё, между прочим, у нас одну из своих песен. Ну сразу после премьеры клипа. Ну это будет там попозже, да, во второй час уже. Так, а вот мне его сейчас показалось, или ты сказал, на пробежку не успел, то есть ты всё-таки как-то... Да нет, конечно, я не настолько сумасшедший. Я думаю, надо же. Нет, я уважаю людей, которые там за здоровый образ жизни, там, ПП, вот это все дела. Овсянка на воде. Да, ну я всё-таки на молоке больше люблю. Вот, а Владислав на воде тоже. Ну обезжиренный хотите? Нет. Молодец, молодец. Вот что значит молодость, а, как я завидую. Ну ничего, ничего, Владислав. Слушай, ну давай всё-таки о проекте Гудвин, это же проект, правильно? Это проект, да. Это ты, да? Гудвин, это ты в любом случае, люди, которые тебе помогают, да? Конечно, да. Музыканты прежде всего. То есть почему именно проект? Потому что это не только один я, это команда. За мной стоит большая команда людей, которые заражены вот этим общим делом нести хорошую, позитивную поп-музыку. Ну давай подробнее о концепции. Я уже начала, что там всё светлое, всё сказочно, ну и имя твое об этом говорит. Сказка, да. Ну сказка, мало сказки, мало вот этой такой тайны, хорошей тайны. То есть у нас... В жизни ты имеешь в виду вокруг нас. В жизни и в частности в российской поп-музыке. У нас очень много страданий, у нас очень много неразделённой любви. Вот как с Таней Булановой началось, так и... Вот это всё, да. Я это всё уважаю, иногда даже это всё к месту, и я люблю там послушать, когда мне грустно. Но всё-таки хочется... Ещё вот сейчас не случайно была Ёлка, я её очень люблю, очень уважаю, потому что она позитивная певица. И вот такой музыки её не хватает. Поэтому когда... У меня не стояло выбора, какую музыку делать. То есть оно как-то само родилось, потому что я такой человек, я люблю жизнь, и вокруг себя я собираю людей, которые также любят жизнь, или они сами притягиваются. И вот таким образом мы решили создать этот проект и наполнить его сказочностью, добром и тем, что каждому из нас близко. Но слушай, люди, которые рядом с тобой, это твои друзья, или, по крайней мере, приятели, или просто люди, хорошие музыканты, которые выполняют свою работу? По-разному, по-разному. Кто-то, да, со мной из моего города приехал, там, из Иркутска, да. Подтянул своих, что называется. Ну, можно так сказать, да. Кто-то уже в процессе подтянулся и стал друзьями, стали друзьями. В процессе подтягивания. Слушайте, ну из Иркутска-то вообще путь не ближний. Вот мы сейчас, я думаю, прервёмся на песню, а потом нам Паша расскажет вообще от начала до конца. Вот этот творческий путь становления, как он взял дрожащими руками билет на поезд, и, как это говорится, 200 рублей в кармане, да, и поехал покорять. Да, плюс у нас сегодня клип ещё будет соединение. Ох, хорошо, пошло прям и танцы, пошли беседы. Пока всё это за кадром, но ничего, мы сейчас это и в кадры в эфир выведем. Да, то, что был за кадром, мы сейчас это вывелим уже в эфире, естественно. Держись себе, не надо, не надо, вы сдержись, да. Это телерадиоканал «Страна ФМ», это «Утро на стране». В гостях у нас Паша Гудвин и Паш, ну вот уже, так сказать, затравочку мы в первом выходе дали. Давай-ка рассказывай судьбу свою. Вот, значит, ты осозна... Ну, там, потом уже кто-то повлиял на тебя, бабушка... Да, Гудвин творческий путь, от начала и до нынешнего времени. Значит, когда ты решил, что в Москву надо выдвигаться? Ой, с Москвой вообще у меня дела обстояли очень сложно, потому что я хотел первый раз ещё после школы. Потом, вот как-то, знаете, всё происходило так, что меня отодвигало-отодвигало, какие-то события происходили приятные, не очень приятные, но в итоге в 25 лет я, наконец, решился, что, ну всё, уже пора, уже как-то я достиг определённого потолка у себя в городе, и пора уже покорять златоглавую, вот, и купил весной билет на самолёт в один конец. И, собственно, концерт группы «Джимираквай», одной из моих любимых групп, так скажем, музыкальных таких столпов, да, в моей жизни ориентиров, благодаря концерту «Джимираквай» в Москве на одном из крупных фестивалей, как-то так получилось, что я думаю, «Ай, полечу». И в итоге 1 июля, вот 4 года, больше 4 лет назад, я, собственно, приземлился в Москве. Нет, ну это хорошо, значит. Ты забыл сказать коронную фразу, купил билет, денег у меня не было тогда. Конечно, да, да, один чемодан перевязанный тесёмочкой. Нет, у меня реально был один чемодан и клавиши, ну и чехол с клавишами, в виде рюкзака. Ну просто, знаешь, многие люди приезжают видеть на концерты, а потом, собственно говоря, ночуют на лужайках, но с тобой такого не случилось. Нет, но меня тоже помотало. Вся вот эти вот проблемы с недвижимостью, которые через каждый проходит, кто переезжает в Москву, это тоже я через это прошёл. А было такое, что залог отдал, а потом раз и испарился этот человек? Было такое, что я договорился насчёт квартиры с человеком, а меня немножко подставили. Паш, я тебе заранее просто перебью. С Валерией не разговариваю про недвижимость. Да, это её больная тема. Сейчас вы надолго зацепитесь языками. Моя больная тема — определённый банк. И творчеству конец, знаете, в ближайшем части. Ну интересно же было. Ну ладно. Слушай, по поводу Москвы. Ты когда приехал сюда, ну понятно, что уже у бизнес в Москве, так у нас всё устроено, да, вот в Америке по-другому. Там группа может быть из Сиэтла, там из Калифу, откуда угодно, не обязательно в Нью-Йорке, да. У нас как-то всё это в Москве сосредоточено. За исключением там может быть Свердловский рок-клуб, где группа Чаев, да, Питер там 80-й. Но не об этом речь. Ты когда приехал в Москву, ты понял, что... Свердловский — это Екатеринбург? Да, ну бывший тогда ещё был Свердловский. Он у него ещё Свердловский. Ну я, ты человек пожилой уже, вы же должны понимать меня. Я вот периодически забываю, о чём я говорю. Вы понимаете, в чём дело? Я-то вас понимаю, я просто переживаю, что другие люди уже вас не понимают. Ничего, переживут. Когда ты приехал в Москву, ты понял, что вот это вот оно, чего я ждал, к чему стремился, и здесь я вижу потенциал для раскрытия своих творческих и вообще всяких других способностей. Я на месте. То, что я на своём месте, это я, да, понял. Ну и понимал, в принципе, и я в этом утвердился. То есть у меня никогда не было желания вернуться домой. Я скучаю, конечно, там по дому, по семье, по родителям, да, по друзьям. Но вот желание вернуться, всё бросить, там, как бы ни было тяжело, нет. Ну, я знаю, чего я хочу, поэтому всё идём. Ну потому что есть люди, которые приезжают сюда, и вот это очень быстрая жизнь, очень быстрый темп, они говорят, я не могу, это не моё. Я так жил в Иркутске, я так жил в Иркутске, за мной многие не успевали. А, тебе там было медленно всё. Да, поэтому, я, собственно, поэтому и переехал. Слушай, а почему Епитер? Вот все творческие люди, они же хотят там на Невеево. Погода. Погода. Я не буду, да, в смысле, не буду оригинальным, буду банальным. Погода, я человек солнца. Ага, ну тут солнца тоже нет, но просто ты... Ну, хотя бы. Причём, знаешь, как ты... Кстати, эта весна была вообще божественная, магическая. Я просто хотела сказать, Паша, ну прям вот немножко не свезло в этом вопросе. Вот буквально четыре года назад в Москве с летом стала какая-то проблема. То есть вот если до этого лета ещё было там, можно было в бассейн сходить, в парке Сокольники или что-то, то теперь плюс восемнадцать и всё. У вас, Валерий, просто в Москве не было тогда. Я была, я уже была. Когда здесь было лето. Я уже была. Чего? Прервёмся мы ненадолго сейчас. Две-три минуточки. У нас в гостях сегодня Гудвин, друзья. Доброе утро. Скоро всё будет. Вернулись мы. Вернулись мы? Да, уже здесь всё. Но мы же не одни вернулись. Гудвин сегодня у нас в гостях. Или Паша Гудвин. Паша Гудвин. Слушайте, я вот тут, вы знаете, как микрофон выключился. Я говорю, а может быть людей в беседу-то пригласим? Есть же у нас координаты. Например, 8-909-928-1-89-9, ватсап, вайбер, смс, сообщение. Если есть какие-то вопросы к Паше или просто вот слушали его, были на концерте, хотите сказать там, Паша, респект тебе, пожалуйста, пишите. Ни в чём себе не отказывайте. А также vk.com.flash.fm в самом верху закреплён специальный постик. Там тоже можно всё писать. Да, и нужно в комментах, естественно. Так, у нас вот прозвучало уже имя Джеммер Куая. И хочется узнать вообще, в принципе, кто на твоё творчество повлиял помимо него. Да очень много. Я на самом деле настолько всеядный в плане музыки. Меня иногда так спрашивают, вот каких артистов ты можешь посоветовать? Я теряюсь сразу, потому что, ну, я не знаю, каких артистов посоветовать. Если у меня... Говорю, заходите ВКонтакте в мои аудиозаписи. Там их полторы тысячи. Слушайте, это всё мне нравится. Слушай, ну давай по порядку. Допустим, на ребёнку очень... Ну, на творческую личность очень много... Большой... Подождите. Всё, это выключили. Ещё раз. Дубль два. Очень большое влияние оказывает там музыка, которую ты слушал в детстве. Например, твои родители чем увлекались? Может быть, Высоцкого гоняли? Машина времени. Машина времени. Да, машина времени. Кстати, я до сих пор иногда, бывает, люблю послушать Макаревича и вообще их особенно раннее творчество. Как-то вот оно, видимо, на подкорке засело. А ещё где-то года три назад я привёз из Иркутска, из дома, попросил папу, чтобы он мне переслал проигрыватель. Теперь я дома слушаю винил. О, это прекрасно. И несколько пластинок как раз вот из моего детства прямо. И там есть одна пластинка такая, вот, знаете, этот, «Мелодия», «Завод». Они издавали сборники. Вот там такой сборник называется «Вечерний час». И там нарисован такой саксофон. Как трогательный. Красивый, да. И первая композиция там «Козлов», ансамбль «Козлова». «Арсенал». И называется «Ностальгия». И вот у меня эта песня ассоциируется прямо вот с детством, с домом. Ну и можно сказать, что вот на такой музыке, на «Машине времени», на «Арсенале», на «Высоцком» в том числе, на «Пинг-Флойде», это вот то, что у меня папа слушал, я вырос. Но потом появилась «Земфира», появился «Мумитроль», какое-то время гости из будущего были. Папа схватился за голову, да, сказал, что, ну, ну, сынок, ну, что такое. Нет, кстати, вот у меня родители очень спокойно относились к тому, что я слушаю. Потому что меня, наверное, не бросало вот так прям радикально, там, в хэви, в какое-то, да, или там... Ну, в любом случае, вся музыка со смыслом. Ну, да, да. Но ты из каждого по чуть-чуть себе вытянул как-то в свое творчество? Наверное, но это закономерно, естественно. Я не знаю, где-то я иногда, бывает, со стороны слушаю вот свои вещи и понимаю, а, вот это, наверное, на меня это повлияло, а вот это здесь я это слышу. Ну, об этом еще не сказали, ты же пишешь материал весь сам свой, полностью, без чьей-либо помощи. Ну, практически, да. Ну, аранжировки я, да, если не брать это в расчет, то тексты и мелодии, да, мои. Слушай, а вот так вот, если уже мы детство немножечко коснулись, мы будем там сейчас подробно копаться, но в каком возрасте ты впервые влез на табуреточку и сказал «щас спою»? Ну, это было очень рано. Прям есть фотографии, где я стою, что-то декламирую, мне там еще года, мне кажется, ну, год, наверное, с небольшим. Потом родители шутили, что танцевать я научился раньше, чем говорить, а еще в детском возрасте на общих семейных вечерах, значит, я брал бабушкину такую большую меховую шапку, ставил ее перед собой, начинал танцевать, чтобы мне родственники кидали туда деньги. Какой ты молодец! Мне кажется, именно оттуда пошла любовь к Джейкею, да. Наверное, да, с большим шапком, главным убором, да. Так, я предлагаю сейчас немножко прерваться, а потом еще будем общаться с Пашей, также вы можете задавать свои вопросы в ик.ком.страна.фм, ватсап, вайбер, смс, номер вы себе. Я только добавлю, будем общаться с Пашей, естественно, и впереди у нас совсем скоро уже премьера клипа. Да-да-да-да-да, волнительный момент. Да, Гудвин здесь, на стороне ФМ, доброе утро, друзья. И еще раз всем доброе утро, Паша Гудвин в студии телерадиоканала «Страна ФМ», Паша. Ну и, собственно, начали уже так, ну, по детству проходиться. Скажи, а был ли у тебя какой-то план Б? Вот, допустим, ну, родители тебе говорили, ну, там, музыкант, это такая профессия, она может быть нестабильная. Да, было такое. Может быть, ты на юриста учился. Откуда вы знаете? Потому что на самом деле... Я не знаю, почему среди музыкантов много юристов на самом деле. Я тебе больше скажу, Кутузов, я почти юрист. Просто тогда была очень модная профессия. Я закончила юридический лицей два последних года с юридическим уклоном. Меня брали на второй курс юридическую, а потом я думаю, что-то какой-то из меня юрист не очень. А вот поэтому юрист и юристы. Лер, ты не музыкант. Ну, из меня все не очень, да, поэтому я тут с тобой сижу. Паш, есть вопрос, который к тебе пришел только к нам в группу ВКонтакте. Друзья, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Там вверху прикрепленный пост. Виктор спрашивает, Павел, на каких музыкальных инструментах вы умеете играть? Это первый вопрос. Второй. И какой отдых предпочитаете? И дальше он дописывает. Виктор, смотрю ваш Инстаграм, очень красивые публикации. Вы очень талантливый, Павел, пишет Виктор. Значит, по инструменты и по поводу отдыха. Вот два вопроса. Инструменты. Фортепиано. Вообще, я учился в музыкальной школе на пианиста. Закончил музыкальную школу. Также вокал, естественно. Немножко бринчо на гитаре. Ну так, у костра могу песни какие-то попеть. Ну и какие-то, не знаю, такие, типа губная гармошка, варган. Вот это все. Слушай, ну ты говоришь, ты же профессиональный клавишник на самом деле. Да, да. Тебе дала эта школа? Да. Исключительно? У меня очень сильная школа была. Слушай, ну это круто вообще. Очень сильная школа. На самом деле, я хотел дальше идти на классического музыканта, но переходный возраст, вот это все психи. А рок-н-ролл? Да, рок-н-ролл. Зачем это? Классика. Гормоны. Не хочу. Да, все. И, собственно, пошел на юриста в итоге. Пошел на юриста, а потом он отучился и думал, да что-то как вы юрист из меня не очень-то. Вообще не очень. Не очень музыкально как-то все. Я на третьем курсе уже это понял, но из уважения к своим родителям. Но ты доучился, закончил, получил диплом? Доучился, принес им диплом, сказал, ну все, вот теперь я музыкант. И, Паша, второй вопрос, какой отдых ты предпочитаешь? Активный. Только активный. Путешествия. Я даже не могу дома сидеть. Вот просто посидеть день дома для меня это проблема. То есть мне надо постоянно куда-то бежать. То есть если у меня есть свободное время, я лучше пойду гулять. Я вот себе самокат недавно купил. Электрический? Нет. Нет, чтобы ноги маленько подкачивать. Ты зожник вообще, нет? Да нет же. Диета, вот это все. Нет, нет, нет. Ну, я тебе сразу сказать, кашу на молоке он ест. Что ты его не ешь? Ну, я хотел проверить. Может быть, что-то изменилось? Он просто всех обращает в свой лагерь, и он ест кашу. Нет, я не к тому, что... Я, опять же, я против крайностей. Кстати, ребята, а вы знаете, вот мне вот тут в ухо сказали, мы же просто вам не говорили, что клип у нас сейчас будет. Нет, Валерия, то, что вам говорят, до меня тоже доходит. Да, 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 мы все знаем. Паш, 50 секунд осталось. Давай вот за эти 50 секунд быстренько представь песню. Да, песня называется «Все будет хорошо». Вот, песня для всех людей, которые мыслят позитивно. А тем, кто еще не успел сегодня с утра помыслить, вот как раз этот клип будет мотивацией. Я предлагаю прямо сейчас его посмотреть, а потом мы его обсудим, где что, как снималось, кто автор, ну, прям подробненько по всему пробежимся. Ну, теперь официальный, так, официальная премьера прямо сейчас на теле. Освещал. Да, 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 на телерадиоканале «Страна.ФМ». Гудвины песни «Все будет хорошо». Смотрим и слушаем, друзья. Знаешь, в этой суете мы не те, кто мы, есть с тобой на самом деле. Скованные движения лица не узнать. На виду сотен глаз, каждый раз, словно под одним большим прицелом. Нам так трудно просто взять и станцевать. Но как только мы нажмем на play, все изменится вокруг. Открой глаза, сделай погромче. Мы до утра, спутники ночи. Скорей, двери, то, что ты хочешь. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо. Знаешь, где ты там внутри? Посмотри, посмотри, так красивы мы и безупречны. И в этом танце точно будем до светла. Да, несовершенный пан, наплевать. Главное, что музыка навечно связаны сердца и души и тела. И как только мы нажмем на play, все изменится вокруг. О-о-о-о. Открой глаза, сделай погромче. Мы до утра, спутники ночи. Ты скорей, двери, то, что ты хочешь. И все будет хорошо, все будет хорошо. Открой глаза, сделай покромче Мы до утра, спутники ночи И гори, гори, то, что ты хочешь Все будет хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо О-РАС, открой глаза, сделай покромче Мы до утра, спутники ночи И гори, 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 то, что ты хочешь Все будет хорошо, все будет хорошо О-РАС, открой глаза, сделай покромче Мы до утра, спутники ночи Скорей двери то, что ты хочешь Все будет хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо Все будет хорошо Спасибо большое Это все? Нет, я еще просто хочу подспрашивать Слушай, Паш, ну по поводу вот этой песни, которая прозвучала Мы хотим все об этом знать Клип как снимался, где снимался Сколько денег стоил Просто сейчас, знаешь, так интересно Кто-то приходит озвучивать такие бюджеты, ну просто космические А кто-то говорит, да там 24 тысячи у меня на телефон приятель снял Там девчонки знакомые-то узнавали Потом раз смонтировали Слушай, давай с песней все-таки начнем Написалась сама, что называется? Сама написала Или ты прям целился в аудиторию, в целевую Вот делал что-то конкретное Это как-то получилось так вот органично слилось Что и вроде и коммерческое получилось Но и при этом изнутри посыл был Написал я ее вообще на гастролях В гостиничном номере Где-то в Поволжье, я помню, мы были В ноябре прошлого года То есть прям очень плохо на улице все было А песня не ноябрьская вообще Вот, я про это и говорю Мне кажется, я не помню, кто-то сказал, что если вы хотите писать про лето, про хорошее настроение, то вам не надо ехать на море Потому что там не думается об этом А как раз именно здесь, в Москве, в эту серость, хочется вот этого позитива На Поволжье опять же Или там на Поволжье Не троньте Поволжье давайте-ка, не троньте А, извините, уже родом оттуда Я забыл, Саша Ну, в общем, вот так она написалась Клип снимался здесь, в Москве, в одной из фотостудий Где мы искали, чтобы была большая белая циклорама Ну, я не буду говорить о каких-то технических Но там много рисованных штучек же всяких, да? Да, это уже все делал режиссер Это сложно же было Да, это все вручную отрисовано Там больше 24 тысяч кадров получилось вот именно отрисованных Слушай, Паш, вот честно говоря, после того, что мы только что услышали и увидели Хочется еще твоего вокала Хочется, чтобы ты спела еще больше вот этой энергетикой, так сказать, джахнул в эфир Давайте, давайте А мы можем сейчас уже пить же, да? А, прекрасно, это мы спрашиваем у нашего Антона, звукорежиссер Да, тогда объявляй сам песню и поехали уже Да, песню я сейчас спою, называется она «Изумрудный город» Ну, Гудвин, «Изумрудный город» Вот, эта песня уже такая, немножко, ну, не коммерческая, скажем, а так Задел на концертные, на концерты, на шоу Вот, хочу открывать свой концерт с этой песней То есть, чтобы приглашать людей в свой «Изумрудный город» Ну, давайте петь, а мы будем слушать, поехали! Не бойся, заходи в мой мир, открыта дверь Здесь ярче зелень, чище снег Пусть говорят, я сумасшедший, им не верь Я лишь влюбленный человек Не бойся, что взобрались слишком высоко Ты знаешь, что настал момент Останови прикосновеньем бег веков А я зажгу зеленый свет Здесь лунный лик будет вечно молод Здесь каждый миг этой жизни дорог Все изменить появился повод Я для тебя построил изумрудный город Блестят на солнце своды башен, грани стен Но так легко смотреть на свет Я в океане мыслей у твоих колен Я жду единственный ответ Не бойся, что вдали хрустальные мосты По новой нас влюбленных ждут Ведь непременно здесь цветы твоей мечты На изумрудах расцветут Здесь лунный лик будет вечно молок Здесь каждый миг этой жизни дорог Все изменить появился повод Я для тебя построил изумрудный город Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо О-о-о-о, я для тебя построил изумрудный город. О-о-о-о, я для тебя люблю. Спасибо за такое прекрасное доброе утро. Ой, Юля, молодец. А вот смотри, еще, кстати, для внутреннего пользы, мы не поймем, наверное, с тобой, о чем идет речь, но ты должен понимать. Павел, скажу, наверное, за всех подписчиков в Инстаграме, твоих имеется в виду, хотим возобновление рубрики «Вокалисты Уриньбок». Это что такое? Мы тоже хотим узнать. Это у меня была такая рубрика, я минутное же видео, брал какие-нибудь известные песни и, ну, и, короче, исполнял. Ну, каверы делал, да? Типа каверы, но не просто каверы, а какой-то комичный манейный такой, то есть там мускорял где-то, где-то. Я не связал с этим делом. Ну, пока, да. А вот и зря, как выясняется. Это, ну, надо же вдохновение на это. Ребята, а давайте к Инстаграму как-то подробнее подойдем, потому что 21 век, интернет наше все. Goodwin.land, мой ник в Инстаграме, подписывайтесь, вот, я его стараюсь активно вести. Вот тут, да, Виктор еще писал, что очень интересные у тебя красивые публикации, что там у тебя, какая наполнеемость? Ну, в основном гастроли, путешествия, лето, что, я не знаю. Позитив. Позитив. Всем отвечаешь? Отвечаешь всем там? Ну, в хорошем, всем, стараюсь всем отвечать, да. Хейтеров удаляешь? Нет, нет. А много хейтеров? Они есть вообще? Ну, есть, бывает, бывает. То есть они пишут, что ты такой позитивный наш, противный? Ну, какие-то это не хейтеры, мне кажется, какие-то тролли, которые просто сидят и вот лишь бы что-нибудь написать. Ну, люди, которым делать нечего. А это везде? Причем они не только к тебе заходят, они заходят ко всем. Ко всем, да. Мне вообще сказали, что меня по объявлению, да, подобрали по объявлению. Из какой газеты? Можно мне? Ну, что? Слушай, у нас 30 секунд осталось, на самом деле. Вот очень мало. И время быстро пролетело. Паш, ну, значит, осенью мы ждем твою новую песню, мы ждем сразу клип, мы ждем, что ты придешь сюда. Придел обязательно. И опять нам сделаешь какую-нибудь претеймлеру, что и живьем, и клип, и все вместе. И выпускаю уже альбом, и потом тоже к нам сюда. Живем на концертах. Хорошо, договорились. И всех слушателей. Паша Гудвин был у нас в гостях. Еще раз огромное спасибо за этот солнечный позитив. А еще в студии был нерушимый Владислав Кутузов. Ну, и не менее нерушимый Валерий Майор. И вернемся к вам завтра утром в 7 часов. Пока всем. Пока. Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФФ.